Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема выпуска, а именно еда на Северном Кипре То есть где покупать продукты, в каких ресторанах стоит поесть и какие здесь есть базары Поэтому смотрите видео до конца, оно будет очень интересным А начнем мы наш обзор с магазинов здесь То есть вообще в принципе на Северном Кипре особо не на что тратить деньги Потому что здесь не так много развлечений, как в других странах И основная ваша статья расходов будет именно на продукты То есть смотрите, мы сначала говорим о магазинах Магазины здесь нестандартные То есть есть мини-магазинчики, а есть вот такие побольше Чем они отличаются? Говорят, что в магазинах побольше интереснее оправьтесь То есть он чуть-чуть меньше, но именно по наполненности они ничем не отличаются То есть вы зайдете в маленький магазин, либо побольше продукты там будут идентичны Следующая отличительная особенность магазинов на Северном Кипре Это то, что 90% товаров там будут турецкие То есть здесь нет каких-то европейских товаров Очень мало, единичные случаи Но именно вот такая вот особенность, что большинство товаров все-таки турецкие и местного производства Вообще в магазинах можно купить здесь абсолютно все То есть это и фрукты, и овощи, и мясо Вот рыбы чаще всего нет, но замороженное есть Также другие продукты, то есть все это можно найти здесь Я предлагаю вам зайти в магазин и посмотреть цены Цены у нас на момент апреля 2023 года Еще одна особенность магазинов здесь, это то, что здесь нет ценников Либо их очень мало Причина в том, что курс лиры постоянно скачет И из-за этого они решили, что проще вообще не ставить ценники То есть либо там цена неактуальна, и когда вы приходите на кассу Как бы в чеке у вас другая цена Поэтому нужно, я не знаю, уже на уровне интуиции понимать, какие здесь цены Единственный магазин, который я встречала, по крайней мере, на южной стороне То есть на южном побережье, это где Искеле Где отличаются товары, это магазин в Cesar Resort То есть там можно найти и сметану, и пельмени, и различную там рыбу вяленую Но я, насколько знаю, на той стороне, то есть где Кирения, там тоже такой магазин есть То есть их здесь немного, но такие магазины тоже можно найти Итак, где я сейчас буду видеть цены, те цены я вам буду называть Ой, сразу мы попали в рай для сладкоежек Ну, допустим, пачка вафлей будет стоить 26 лир, это около 100 рублей Возьмем шоколадку Милка-Милка, здесь стоит 30 лир, это 120 рублей Итак, мы пришли к крупам Смотрите, рис стоит большая пачка 40 лир, это 160 рублей Так, что-то у нас еще есть из круп Ну, возьмем те же макароны, вот такая пачка макарон стоит 14 лир, это 60 рублей Очень, кстати, популярный здесь товар, это у нас тунец, и вот такая пачка из тунца из двух банок стоит 73 лиры Это у нас около 280 рублей, прайс растет, стоило еще 3 месяца назад 50 лир Итак, смотрите, здесь у нас есть консервы Баночка огурцов будет стоить 35 лир, тоже около 120 рублей Смотрите, мы подходим к овощам Мы, кстати, чуть позже поедем на рынок и посмотрим, цены отличаются или нет Огурцы 16 лир, это около 60 рублей Дальше у нас такое, что есть популярное Апельсины 17 лир, тоже чуть больше 60 рублей, это все за килограмм цены Лук 35 лир, тоже 120 рублей Ну, то есть, вот видите, какие здесь у нас цены Примерно прайс на овощи одинаковы везде Помидоры стоят 40 лир, 160 рублей за килограмм Итак, яблоки 30 лир за килограмм, 120 рублей Ну, допустим, виноград 115 лир за килограмм, это уже 400 рублей Кабачок 50 лир за килограмм, это 200 рублей Но я помню точно, на базаре цены меньше Давайте посмотрим, что здесь еще есть, кроме овощей Итак, что-то тут у нас для стирки есть Вот, допустим, давайте возьмем самую какую-нибудь большую Вот такой вот у нас гель Он стоит 109 лир, это 400 рублей Если мы берем порошок, то среднего размера пачка будет стоить 54 лир и 200 рублей Не знаю почему, но здесь дорогая зубная паста То есть у нас прайс на зубную пасту здесь 140 лир, это 600 рублей Мне кажется, это очень дорого для зубной пасты Так, детские товары, кстати Вот эта интересная статья расходов, она здесь у многих Давайте посмотрим, какие тут у нас самые популярные Ну, вот пюрешка Такая баночка будет стоить 23 лиры, это 100 рублей Так, что тут у нас еще популярного из детского питания? Ну, я понимаю, у меня просто нет детей, я в этом всем не разбираюсь Ну, это, как я поняла, какая-то детская смесь, да, молочная стоит 260 лир, это 1000 рублей, вот такая вот баночка Итак, алкоголь нельзя публиковать, но я запомнила цены Бутылка вина в среднем стоит 100 лир, это 400 рублей Если вы хотите игристое вино, допустим, мартини, будет стоить 200 лир, то есть 800 рублей И бутылка Jack Daniels 07 стоит 300 лир, это 1200 рублей Так, женские тамфоны, это неинтересно, неинтересно О, подгузники Итак, что у нас по подгузникам? Такая вот пачка стоит 213 лир, 800 рублей Кстати, здесь в магазинах можно купить вообще абсолютно все То есть здесь у нас и наборы для дня рождения, и швабры, вообще абсолютно все Ну, я думаю, вы, в принципе, поняли, какой здесь прайс Мне кажется, я показала вам абсолютно все Сейчас давайте съездим на базар и узнаем, какие цены там Но прежде чем мы съездим на базар, я хочу рассказать вам о лучших супермаркетах на Северном Кипре Как и на Южной стороне, так и на Северной Потому что, ну, действительно, это очень важно Потому что, когда люди сюда приезжают, они просто не знают, где покупать продукты То есть, допустим, если мы говорим об Искеле В Искеле есть два таких магазина То есть это вот этот вот у Немар нарисованный морковкой Он такой большой, оранжевый, прямо на кольце находится И второй, это магазин в Цезаре Он поменьше, но там, правда, есть все продукты Как раз-таки там много продуктов для русскоговорящей аудитории Вот, но там бывают очереди, не совсем удобные Но все равно люди туда идут, потому что там есть абсолютно все Если мы говорим об Оазе, то там есть нереально гигантский магазин Называется он Синмайр Маркет Я таких больших здесь не видела, он, правда, просто огромный И там летом возле этого магазина проходят еще рынки по вторникам Вот, локацию этого магазина, мы вам ее покажем Находится он в 20 минутах езды от Искеле Также в Оазе есть продуктовый прямо возле комплекса Абелия Тоже очень большой и очень удобный Помогусти Помогусти есть такой же магазин, как мы вам сейчас показали То есть абсолютно такой же бренд Только он находится в торговом центре Сити Мол Если мы говорим о другой стороне Здесь у нас Гирны и Алсанжак То там есть два популярных магазина Это Шокмар и Элилей Мне сказали, что они отличаются тем, что в Шокмаре как раз-таки Много таких новинок появляется, а Элилей больше по наполненности Вот такие вот магазины выделила я и мои коллеги Но сейчас погнали на базар Итак, мы на базаре Это супер-супер удобная вещь, как базар Потому что здесь есть вообще абсолютно все То есть здесь у нас свечи В то же время здесь у нас фрукты Продаются орехи, крупы, кофе То есть вообще, если вы готовы один раз в неделю ездить на базар В супермаркет можно вообще не ездить Потому что здесь есть все И вообще на Северном Кипре Маркет проходит каждый день только в разных локациях Допустим, в Искеле он проходит каждую пятницу Как раз-таки вот сегодня мы на рынке в Искеле В четверг проходит по Магусте Ну и в других городах другие дни недели И сейчас мы сделаем обзор цен Посмотрим, что здесь и сколько стоит Клубника 50 Клубника 50 Клубника 50 То есть килограмм клубники Это у нас 200 рублей Причем в маркете цена такая же Ну как бы вот Потом смотрим, что у нас здесь есть Огурцы 15 лир 60 рублей Помидоры 35 лир 120 рублей Итак, морковка 20 лир 80 рублей Что тут у нас? Яблоки 25 лир Это у нас 100 рублей Меньше, чем, кстати, в маркете Что у нас здесь есть еще? Лук 33 лиры Это у нас 120 рублей Груша 35 Это у нас 140 рублей Потом здесь есть ананасы Но цену на ананасы я не вижу Также здесь продается манго, бананы, авокадо Они вон там Бананы 35 лир Тоже 140 рублей за килограмм Киви Киви 35 лир за килограмм Это тоже у нас 140 рублей Потом манго 30 лир 120 рублей И авокадо тоже 120 рублей за килограмм Грибы То есть если мы говорим о шампиньонах 80 лир килограмм Это у нас около 320 рублей Так, пойдемте посмотрим, что у нас тут есть еще Вообще, в принципе, здесь много лавок И везде практически одни и те же продукты Итак, смотрите Тут также продается чеснок 15 лир 60 рублей Горох 50 лир 200 рублей Кабачок 45 лир примерно 180 рублей Арбузы Где прайсы на арбузы? Арбуз здесь не дешевый Потому что неделю назад я покупала арбуз Сейчас не сезон И весь арбуз вышел 600 рублей Так, потом Баклажаны 45 лир Тоже около 180 рублей Ананасы 50 лир килограмм 200 рублей То есть прайс здесь реально очень-очень хороший Давайте картошка, да, картошка такая вот Что у нас тут по картошке? 15 лир килограмм получается Это 60 рублей Ну и сейчас давайте посмотрим цены на орехи, крупы Это все подальше Итак, смотрим по крупам и орехам Допустим, килограмм писташек 500 лир 2000 рублей Потом кешью 300 лир Это у нас 1200 рублей за килограмм Ну, в принципе, как вы видите, все орехи около 300 лир стоят Ну, даже вот есть писташки за 160 лир Наверное, не такие интересные Потом что у нас? Финики Финики есть за 60 и за 80 лир Это примерно у нас 240 рублей 240-300 рублей Изюм 80 лир Так, ну и вот здесь можно купить молочку То есть, допустим, яйца Килограмм яиц стоит 85 лир Это у нас около 320 рублей Здесь у нас можно купить кофе, крупы и приправы Ну и на этом, в принципе, все То есть, мы вам сделали полный обзор базара Напишите, как вам цены Следующий вопрос Где купить мясо и рыбу? Рыбу можно купить на этом же базаре, но только один раз в неделю Поэтому рыбу я покупаю в Искеле Магазинчик этот находится возле банка Credit West Это просто, я думаю, самый лучший магазин рыбы Потому что вы туда приходите Там все свежее При вас это все режут Чистят этот косточек То есть, они для вас делают все, что угодно Все, что попросите, почистят Хотите замороженное, нет В общем, там есть все Если мы говорим о мясе То мясо я покупаю в этом магазине Он как раз-таки находится прямо возле базара Который мы вам показали в Искеле И там есть правда абсолютно все Пойдемте посмотрим Итак, начнем с эксклюзива Здесь можно купить говяжий язык за 281 лиру Это у нас около 1000 рублей, чуть больше Здесь также можно купить голову барана Цены, к сожалению, нет И что здесь такого еще эксклюзивного? А, здесь продаются также мозги Сегодня их нет в наличии, но прайс прям вообще дешевый Сейчас давайте перейдем к стандартным продуктам Примерно цена курицы составляет 100 лир за 800 грамм То есть это 400 рублей, каждый лоточек стоит примерно Ну хотя здесь есть типа 42, там крылышки за 54, то есть это 200 рублей Также здесь продается индейка Она продается не везде на Северном Кипре Вот допустим, прайс... How much this? This is one... Это стоит 150 лир за килограмм То есть шашлык из индейки в 600 рублей Самый эксклюзив, это, конечно же, у нас ребрышки 470 лир за килограмм Около 1600 рублей примерно Также килограмм говядины на сегодняшний день стоит 300 лир Это у нас 1200 рублей Рассказываю вам о нашей новинке, а именно о Телеграм-боте Телеграм-бот это ваш личный справочник на Северном Кипре То есть, допустим, вы не знаете, где поесть Хоть в нашем видео мы и все рассказали, но допустим В этом боте вы выбираете локацию Искеле, Кирене, Фомагуста, неважно Нажимаете локацию Он вам присылает список различных активностей То есть спорт или места, допустим, магазины Из этого списка выбираете все, что вам нужно Выбираете Искеле И выбираете... Выбираете рестораны И он вам присылает подборку ресторанов в Искеле Причем сразу с локацией и с номером телефона Это суперудобно, поэтому скорее пользуйтесь Ссылка на этот бот под этим видео Сейчас мы с вами будем говорить о ресторанах Но я хочу, чтобы вы посмотрели У нас открылся сезон Посмотрите, сколько людей загорают И это только апрель, поэтому скорее к нам приезжайте Но сейчас говорим о ресторанах В общем, я опросила всех наших сотрудников Чтобы они рассказали об их любимых кафе Поэтому сначала я вам расскажу мой список А потом их То есть, где здесь лучше всего поесть? Но первое кафе это, конечно же, это Это называется Макенди Бэй Находится в Искеле Его главная особенность То, что здесь панорамный вид на море Если мы говорим о блюде То все, кто сюда приезжает Едят кальмары в фольге Вот, следующее место в Искеле Находится напротив Называется Дель Мар И получается, оно находится возле офиса Искеле Это тоже рыбный ресторан Вы туда поднимаетесь И можете выбрать свежую рыбу на витрине И они вам ее приготовят Также в Искеле есть заведение Называется Лукум Там есть турецкая кухня Теперь давайте поговорим о других локациях В Буазе есть целая марина С различными ресторанами Там их просто гигантское количество И говорят, что там у всех их очень вкусно Вот, если мы говорим о Фомагусте Допустим, если вам хочется поесть русской кухни То есть борщ оливье Это можно поесть в Азии микс Также там есть суши и казахская еда Также в Фомагусте есть несколько ресторанов Первый это Калифориан Там огромное меню И причем он выглядит в виде иглу То есть таких шатров прозрачных Главный плюс, что там разнообразная кухня Также в Фомагусте есть заведение Загата Очень вкусное заведение Там тоже меню с картинками Прайс, причем очень-очень выгодный И еще одно кафе Фомагусте Называется Гуд Фэллоус Примерно так Он находится прямо у Вароши И там очень вкусно Особенно вот все, что касается морепродуктов Красивый, лаконичный дизайн Все там очень классно Но и еще кафе в моем списке Это Перо Находится Перо в Искеле Прайс там просто выше гор Самый дорогой прайс на сегодняшний день в Пере Это у нас одновременно и клуб, и бич-клаб, и ресторан Вот, но туда стоит пойти, знаете, на вечер Выпить коктейльчик Там очень весело Если мы говорим о Фомагусте, то, в принципе, там на центральной улице много турецких кафешек, шаурмой, с кебабами, с различными такими местными блюдами То есть там тоже стоит покушать И также есть классный бар гигантский на два этажа, называется Шемрок, тоже находится в Фомагусте Там можно поиграть в бильярд, в боулинг, посмотреть футбол И там есть такой шикарный сет, где два бургера, различные закуски В общем, туда тоже обязательно стоит сходить Итак, сейчас список от моих коллег, готовьте блокнот и записывайте В общем, первое место это Белопаис, а именно кафе возле Белопаиса Там очень вкусно и шикарный вид на всю Керению Ла Тераза, кафе Фомагусте на примерно 10-11 этаже с красивым видом и с европейской кухней с интересной подачей Дрифтвуд находится в Лапте и топ блюда там, стейк с чили и шоколадом Если вы хотите попробовать лучшие роллы, то мне сказали, что они есть в Ниме Это, насколько я понимаю, где-то в Керении или в Алсанжаке Еще одно кафе в Керении называется Хаус, там тоже все очень вкусно Если вам в Керении захочется русская кухня, то это ресторан Сова Ну и самый главный конкурент Нимы в плане роллов в Керению это Ману Говорят, там тоже супер вкусные роллы Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу, надеюсь, он был информативный Пожалуйста, напишите в комментариях ваше топ заведений Именно ресторан, где можно поесть на Северном Кипре Но также, как вам прайс, выгодный он или нет, как вам кажется До свидания, вы были на канале Живой Кипр Саркон Эстейт, меня зовут Лилия